Мурадбек, здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада вас видеть в нашей студии. Как только я узнала, что вы в Алматы. Я сразу вам написала, и рада, что вы откликнулись очень пунктуально, пришли вовремя. Это очень приятно, что вы такой пунктуальный, как вас называют, интеллектуальный боец, да? Что вы делаете в Алматы, расскажите. Во-первых, Рахмет, что пригласили, я наблюдал именно ваше интервью. Всегда было интересно, такие душевные разговоры, хорошо раскрываете спортсменов. Ну и тоже хотел побывать у вас. По пунктуальности не люблю, когда меня ждут. Меня как-то брат всегда ругал. Кто ты такой, чтобы тебя ждали? И с тех пор я стараюсь не опаздывать. Бывает, иногда опаздываю, но не люблю опаздывать. И максимально постарался приехать вовремя. В Алматы я приехал по делам, по работе своей. И поскольку у меня бой предстоит уже буквально две-три недели, в 13 июня с Диего Брандау мне нужно находиться, быть в форме, тренироваться, готовиться на поединок. Ну и я раз здесь, меня Нуртас Агай, мой тренер, направил, сказал, иди в Дартим. Хорошая школа, хорошие тренера, вообще сильные ребята. И вот позвонил тренеру Эдуарду, меня тут встретили, и я сейчас готовлюсь на поединок в Дартиме. С кем там спаррингуете из ребят? Ну, в основном с Тимуром. Я видела, да, в сторис. В основном Тимур, Айден. Ну, пацаны себе помогают. С Шавкатом вы никогда не на ней стоите? Нет, Шавката сейчас в зале нету. Ну, и на данный момент Шавкат вообще меня убьет. Мне нужно дожить до боя еще. А вы видели вообще Шавката в тренировочном процессе? Конечно, я с ним в 2015-е годы проводил... Мы были оба в национальной сборной по ММА. Я своими глазами такого, как... Ну, я и Миша говорил в интервью, что такого, как Шавката, я не видел. Такого пахаря, честно. До сих пор вы это придерживаетесь мнения? Да. Я видел много пахарей. Все пашут, все молодцы, спортсмены. Но так, чтобы пахать, как Шавкат, я не знаю, у него там два сердца, что ли, четыре легких. Я не знаю, как... Он какой-то мутант, мне кажется. Он не человек. Либо робот, он где-то подпитывается, бензином, может, масло доливает. Я не знаю. Нормальный человек так... Ну, как я видел, когда в 15-е годы он пахал. Я считаю, нормальный человек не может так пахать. А про себя вы вот можете так сказать? Я тоже пашу. Честно сказать, пахал... Ну, раньше пахал сильно. Сейчас что-то у меня, ну... Чуть-чуть я не так, как раньше паху, но я сейчас стараюсь выкладываться на максимум, но все же я понимаю, я раньше пахал больше. А почему? Это возраст или что? Или как там бить? Ну, я сам это объяснить не могу. Возможно, возраст... Вам сколько? Двадцать семь? Двадцать девять. Двадцать девять. Ну, двадцать восемь. Скоро уже двадцать девять будет. Возраст, возможно, ресурс. Потому что я раньше очень много гонял вес. Ну, и сейчас... Нет-нет, гоняю. Я не знаю, это... Сам себе объяснение не могу дать. Может, здесь что-то у меня не то. Может, я обленился. Я думаю, тут и моя вина есть, моя проблема в том, что я обленился. Много факторов. Травмы. После травм как-то начинаю себя беречь. Уже раньше я так, с травмой ходил на тренировки, сейчас уже такой более нежный стал. Ну, потому что я побывал как бы слепым, и, возможно, и это меня тормозит, то, что я как-то... Неохота так же возвращаться и как-то уже более нежно к себе отношусь. Возможно, это... Я не знаю. Я сам себе не могу дать объяснение. Но, скорее всего, это лень. Что-то вот... Какой-то страх, может, появился, то, что не хочу получать травмы. Ну, и не знаю. В целом, вот. Ну, кстати, вот вас же любят в основном за... Ну, как в основном? Мне кажется, очень много в комментариях отмечают, какие яркие бои, как он идет и пропускает, как он всегда такое, ну, прям, устраивает зрелищное шоу. Вы не боитесь получать, вы не боитесь, ну, где-то пропускать, да, для того, чтобы показать, давай, давай, иди на меня. Вот это... Остался у вас этот какой-то вот огонь? Нет, вот именно вот этот огонь. У меня сейчас... И мы же говорим про тренировочный процесс. Я стал такой более нежным... В тренировках. В тренировках. А в бою я выхожу, я понимаю, на меня смотрит вся арена, по ту сторону экрана, сколько людей смотрит. И я просто, ну, я не могу как бы дать назад, не знаю. Для меня это будет, наверное, сильный удар. И вот поэтому я хочу как бы... В бою я уже настроен по-другому. Я в зале другой, на тренировках другой, где-то, может, ленюсь. А в бою я уже себя максимально выжимаю. В бою, я думаю, я такой же. Крайний мой бой, наверное, показал. То, что я даже с высококлассными бойцами могу конкурировать. И не то, что конкурировать, могу дать хороший бой. Ну, я считаю, этот бой не будет исключением. Также все будет очень на высоком уровне. Будет высокий темп, думаю. Ну, максимально буду выкладываться в бою. Вот вы сказали интересную фразу. Может, я где-то стал ленивый. А знаете, я еще про вас слышала такое. Муратбек стал звездный. Он чувствует уже себя звездой. И где-то, может быть, ведет себя высокомерно. Вы согласны с такой оценкой? Не знаю, не могу говорить. Я вроде бы по отношению своим близким, своему окружению, я не менялся. Ну, и как бы у меня вот, я раньше, когда еще не был известным, я прям так завидовал ребятам, было из-за зависимости от того, что с ними все фоткаются, их узнают. И я тогда себе дал такое обещание, то, что кто бы ни был, кто бы ни попросил бы, где бы, когда бы, я никогда не откажу фото. Я как бы ни опаздывал, на любую встречу я никогда не откажу фото. Я могу постоять, поговорить с незнакомым человеком. Ну, я не знаю, но как бы буквально вот недавно у меня в жизни вот все так, все прям поменялось в жизни. У меня вот открылись глаза. Тут есть такая фраза, матершинная, можете его вырезать или нет. Можно вообще сказать матершинное? Можно. Ну, вот, короче, как говорится, детство заканчивается тогда, да, детство заканчивается ровно тогда, когда ты перестаешь удивляться и начинаешь охуеть. Честно сказать, у меня вот детство только закончилось, кажется. Я всегда был удивлялся всему. Сейчас я просто уже начал принимать всякие факты. У меня сейчас взгляд вообще на мир колоссально поменялся. вот все началось, наверное, после урозы. Я вот только-только взрослеть начинаю. Мне кажется, я вот мысленно только вот повзрослеть. После урозы в этом году? Да. А что, почему именно вот это урозы? Ну, там много чего было в моей жизни. И, короче, я к тому, что кто говорит, я зазнался, мне абсолютно все равно уже. Я раньше вот, я пытался раньше быть для всех хорошим. Ну, я всегда старался быть вообще в жизни, быть хорошим. И я понимаю, как бы я ни старался, всегда будут те, которые... Ну, хейтеры всегда будут. И я думаю, зачем я для кого-то стараюсь? Я их даже не знаю. Я просто хочу быть собой, мне все равно. Кто думает, что я зазнатый, ну, пускай так и будет. Я из кожи вон лезь, стараться не буду. У меня как бы... Я такой, какой я есть. Если кто-то думает, я зазнатый, хорошо. Но те, которые со мной тесно, близко общаются, я думаю, они знают, какой я. Правильно, мне кажется, очень выражение. Главное, какой ты для себя, да? Как ты внутри себя. Я самому не стыдно. Вот, вот, это главное. Я не могу не спросить, Марат Бек, вас про то, что вы несколько раз возвращались к этой теме. Что-то произошло у вас зимой? Почему именно это у Роза? Что случилось? Почему так трансформировалось? Нет, абсолютно просто... Как бы вам сказать? Да я не знаю, особо ничего не произошло. Вы сказали, я сильно изменился, я стал мыслить по-другому. Ну, вот, это, наверное, отмышление. Я видел, начал замечать, как люди относятся ко мне. Вас кто-то предал? Да я бы не сказал, что предали, да. Ну, просто я... Я начал, наверное, замечать то, что я не замечал раньше. У меня взгляд вообще поменялся. Я бы не сказал бы, что кто-то меня предал. Все нормально. А какие-то были такие конфликты? Ну, просто так же мышление не меняется. Какой-то триггер все равно есть. Наверное, не знаю. Даже не могу сказать, что у меня были какие-то конфликты. Ну, вот, просто в один момент я вот... Все, у меня сознание поменялось. Вот, просто вот... Проснулся другим человеком? Видите, нет, нет. Не сразу за раз, это постепенно, постепенно. Вот, я всегда рассказывал про УРОЗУ. Вот, на многих интервью я говорил, то, что вот... Первый год я УРОЗУ сам держал так, просто для дисциплины никакой цели, ничего не было. И тогда, ну, Всевышний мне ничего не дал. Второй год я уже чуть-чуть начал верить, и он мне уже чуть-чуть додал. Ну, чуть-чуть и не додал, что-то между ними, посередине. Третий год, я когда УРОЗУ держал, он мне дал все, что я просил. Вот, абсолютно все. В 22-м году он мне дал все, то, что я просил и желал. В 23-м году, в прошлом году, я готовился на Лавсет, мне надо было диету держать, вовремя питаться. Я не смог. Я так хотел держать УРОЗУ, но, короче, я пропустил. В 24-м году, в этом году, я обратно начал держать, я попросил у Всевышнего, честно скажу, покажи мне, кто есть кто. И вот я, после этого я, это может для кого-то оказаться волшебством, да, каким-то... Ну, как бы, я начал замечать в людях определенные моменты, и не то, что предательство, я начал что-то замечать, то, что меня это не устраивает, мне это не нравится. Допустим, я начал понимать, я попросил у Всевышнего, наверное, отдалить от меня ненужных мне людей, наоборот, нужных приблизить. И как-то... Да, у меня есть изменения, у меня есть... Появились рядом такие люди, которые, прямо, можно сказать, искренне за меня переживают. Вот. И вот, вот, я сейчас, я первое время думал, почему этот ко мне относится так? Поначалу думал. Я же говорил, вот, все, у меня мышление поменялось. Я потому, что, наверное, вот этих людей не мог отпустить от себя. Я думал, почему ко мне так относятся, почему не так? А потом я думал, да я же сам же этого Всевышнего просил. Типа, покажи, кто есть кто. Ну, вот и показал. И просто вот этот момент, я такой, дук, и у меня уже сознание чуть меняется. И как бы я начал ко всему, начал уже относиться так легко и просто. Есть, есть, нет, нет. И определенно вот это в моей жизни, наверное, было... За этот год определенные изменения в моей жизни были. Ну, и как бы я как бы не совсем скажу, я рад, но я и как бы... И с одной стороны, я и рад, что все так получилось. Ну, конечно, это же открываются глаза. Ну, да, чуть, чуть, конечно, это неприятно. Конечно. То, что... Уходят люди, которых ты когда-то считал близким. Скорее так. И вот, но в целом, если рядом появились хорошие люди рядом, которые реально всегда поддерживают, всегда рядом тяжелые периоды. За этот год у меня... Ну, за этот определенный период я и болел, я сильно заболел. Ну, и... Друг у меня, Хорсант, всегда рядом. Я болею, он прям за мной ухаживает, нянчится. Это дорогого стоит. Те люди, которые с вами сейчас, когда вы на пике, и те люди, которые будут, когда вы оставите карьеру, вот это самые ценные. Потому что многие бойцы вот в интервью мне рассказывали, когда я был, выигрывал, был на серии, да, из побед. Вокруг меня столько друзей, все звонят, всем я нужен. Как только пошла серия поражений, телефон молчит, и вроде как никто тебе уже и не звонит, никому ты не нужен. Но это психологически, мне кажется, нужно просто быть к этому готовым. Я в вашем интервью Петру Воликову отметила такой факт, что вы с очень большой благодарностью, с очень большим уважением рассказываете об Азате, как вашем старшем брате. Расскажите вот о его влиянии на вашу жизнь. Потому что вот в тот момент, когда у вас была ситуация с глазами, мне кажется, ну вот исходя из того интервью, мне кажется, он прям был вашим, ну, человеком, который вас просто спас из депрессии, да? Да, так и было. У меня потом было косоглазие. Да. И вот этот уже лечил. Тяжелый период, и Азат был рядом. Он ваш прям двоюродный брат, да? По крови? Или просто вы брат его называете? Я вообще братом называю, названный брат, но он мне как бы один из самых близких людей, он всегда рядом. Даже мои родственники так, наверное, рядом не находились, такие тяжелые периоды для меня. И, ну, я считаю, у меня таких братьев много как бы, по крови, они для меня вообще чужие люди. Ну, душевные мои братья. Я могу, допустим, излить душу своим, можно сказать, вот, душевным братьям, нежели своим родственникам. И я считаю, вот, ну, Азат, ну и несколько у меня братьев, которым я полностью доверяю. И вот тяжелые периоды, Азат был рядом, ну и как я не могу благодарить его за это? И я всегда... И, кстати, он в моем воспитании сыграл большую роль. Вот даже в тот же момент по пунктуальности не опаздывать. Братан всегда сам долго выходит. Я тебя, братан, всегда жду в машине, вещащая пять минут. А сам, когда я опаздывал, ты меня ругал. Ну и вот так вот он мне говорил, кто ты такой, чтобы тебя кто-то ждал? Типа, будь пунктуальной. И вот это вот тоже, наверное, сложилось от Азата. Был еще момент такой, там... Много моментов он меня где-то воспитывает, в плане, чтобы я, наверное, не зазнавался. Бывает же, вот в ресторане официант тебе может налить с графином в стакан, и мне брат всегда говорил, Азат говорил, руки есть, сам наливай. И я, я как младший, всем налью. Как-то был еще у меня такой ролик на турнире, на Роллс-Ройсе, меня забирали. Водитель дверь открывает, ну, это как бы его работа как бы. А я просто подошел, сел, и, блин, столько я высушил от Азата, столько ругал меня, и говорит, что у тебя рук нету, сам себе не можешь открыть. И с тех пор, вот даже бывает, что вот когда в гостях встречают, дверь открывают, я говорю, не-не-не, не открывайте. Это уже как-то как осадок остался, и я не могу, чтобы кто-то мне дверь открывал. Я могу кому-то дверь открыть, но чтобы не открывали, это уже как-то... Я вспоминаю, вот, там, двухчасовую, этот, как он меня два часа ругал, там, отчитывал, и после этого я как-то у меня вот все, барьер стоит, что мне нельзя дверь открывать, чтобы никто мне не открывал дверь, я сам себе открою дверь. И вот в плане воспитания, в плане всего, Азат рядом, вот поэтому я ему благодарен. Вот в тот момент вы сказали, он сказал вам такую фразу, ну ничего страшного, вы говорите, я хочу биться, это моя жизнь, я хочу драться, как я не буду драться? И он вам сказал, ну ничего, что-то, что-то все равно придумаем. Вот я когда честно это интервью слушала, у меня прям мурашки были, потому что мне кажется, так важно иметь такого человека рядом, потому что, ну, мне сложно представить, насколько это была травматичная для вас ситуация и психологически, и морально, но и физически, безусловно. Вы сейчас вот как вспоминаете это? Какой-то урок из этого вынесли? Я вспоминаю вот этот момент назад, если в прошлое вернуться, ну сейчас, если я буду мыслить так, как сейчас, на тот момент, я понимаю, жизнь на этом не заканчивается. На тот момент я думал, все, у меня жизнь закончилась на этом, я слепой, все. На самом деле я с того момента очень сильно повзрослел, я считаю, ну, в плане мышления, вырос очень сильно. В принципе, жизнь на этом не заканчивается. Я сейчас сам молодым говорю, вот бывает, кто-то там травму получает, нокаут уходит, я говорю, в первую очередь здоровье, жизнь. Спорт, спорт, она закончится, и на этом жизнь же не заканчивается. Ну, максимум до 35 спортсмен побьется. Да. И все на этом, ну, дальше куда уже. А жить нам до 80, я считаю, минимум. И нужно уже наслаждаться жизнью, в жизни очень много моментов важнее спорта, такие, как семья, родители. Я сейчас максимально хочу, я понимаю, что родители у нас не вечные, кто-то их теряет раньше, кто-то позже. Но я бы, я все свое время сейчас хочу посвятить своей семье, родителям. Честно, на данный момент я хочу заработать, чтобы провести вот эти приятные моменты с родителями, с мамой, с отцом. Потому что вот у меня мама часто вспоминает, вот говорит, я когда с мамой... А мама потеряла свою маму в 16 или в 15 лет, или даже в 14. Ну, я в школьное время потеряла маму, и, как бы, можно сказать, осталась сиротой. И она вспоминает, вот мама меня так баловала. Она самая младшая была дома в семье. И говорит, мама меня так баловала. И она вспоминает приятные моменты с мамой. И я думаю, я тоже хочу так вот, когда у меня будут уже дети, семья, уже взрослым буду. И на тот момент я хочу, чтобы у меня были такие воспоминания у самого впечатлений. Там, допустим, я с родителями на Мальдивах где-то отдыхаем. Просто, чтобы какие-то воспоминания были, приятные воспоминания с родителями. И сейчас хочу всего себя посвятить тому, чтобы выстреливать максимально. И уже наслаждаться жизнью с родителями. Отдыхать где-то за границей, жить за границей, может, пожить какой-то определенный период жизни. Но с родителями, ни в одного. И вот хочу всего себя посвятить своей семье, родителям. У меня брат, братишка младший. И вот своей семьей прям как-то попутешествовать можно. Чтобы не только у меня были такие воспоминания, у брата были, у братишки были. Потому что Бог знает, когда Аллах их заберет, родителей. И вот пока все хорошо, я очень благодарен Всевышнему, что они у меня живы, здоровы. И все хорошо, в принципе. Очень я разделяю ваши чувства. Это на самом деле очень важно. Что может быть важнее? Да ничего на самом деле. Да. Но я, когда готовилась к интервью, первым вопросом я вообще хотела спросить о том, почему вы себя не жалеете вот в боях? Вот вы же, мы об этом немного говорили, что вы пропускаете, вы идете вперед. Но вы уже достаточно взрослый человек, чтобы осознавать, что вы же можете, и вы были уже в том состоянии, когда вот, казалось бы, моя карьера может остановиться. Но ваша карьера может также оборваться и в клетке. Да. Да, я понимаю. Вот вы говорите... Как бы не поаккуратней чуть-чуть. Хорошо. Вот вы говорите, я интеллектуальный боец. Да. Вы как думаете, я в бою думаю? Думаю, я уверена, да. Спасибо. Если я иду на такой поступок, значит, есть для чего? Есть, да. Но вы такой урон принимаете. У меня есть свои моменты, которые я не могу говорить, но я вам могу потом объяснить, почему, что да, как делаю, но не перед камерой. Как бы на это есть причины, что я иду в открытую рубку. На это все есть причины. Я это неспроста делаю. А можно ли бойцом заработать вот на такую жизнь, о которой вы говорите? Мальдивы, путешествия, с семьей? Можно, но я, видите, как... Я даже сейчас могу после боя так хорошо отдохнуть с семьей, потратить все деньги, а потом без ничего остаться. Нет, я, допустим, я не хочу так, я хочу, чтобы эта жизнь продолжалась максимально долго. Я могу там родителям забыть заработать сейчас и провести там год обалденной жизни, а потом в следующий год как жить. Так что я хочу сейчас, наоборот, определенно что-то накопить, куда-то вложить, и чтобы могли жить всю жизнь так, как я представляю, а не так, к определенному периоду своей жизни. В принципе, бойцом можно заработать, накопить, но... Ну, у каждого свои же аппетиты. Для кого-то там, допустим, определенная энная сумма может казаться, вау, большими деньгами, а для кого-то это обычная сумма, которая всякие агашки могут пойти просто покушать на эти деньги. Ну, вы как... Вы можете сказать, я богатый человек. Я... Я богатый человек. Ну, не финансово, наверное. Я в душе богатый человек. Я реально рад, то, что в первую очередь я благодарен родителям, то, что у меня такие родители. Вот всего то, чего я мог добиться, либо чего я добился сейчас, это все только благодаря родителям. Внимание отца, как он прям относится. Он мне запрещал работать. Он мне говорил, за двумя зайцами погонишься, ничего не поймаешь. Как-то момент был, у меня друг есть, Руслан Алиев, психолог, один из лучших психологов. Он конкретно лучший в Казахстане психолог. И топ-5 или сколько он говорил, топ-10. Психологов мира входит, русскоговорящих. Ну, вы его по-любому знаете, мы натыкались. И как-то после боя, блин, он меня заставил реветь, плакать. Короче, такой момент был. Я говорю, где? Я говорю, блин, почему? Я говорю, я вот, отец меня сильно избаловал. И я избалованный ребенок. И я с отцом могу пошутить, могу там с ним поприкалываться, поиграться, побороться. Ну, могу поносить ему. И я знаю, что отец меня очень сильно любит. Вот меня, я средний ребенок, но у меня по-особому любит отец. У нас три брата, я, по идее, на данный момент меня и мама. Мама меня в детстве ненавидела. Не может быть. Потому что я косяковый был, меня брат бил, потом, а, я накосячу, потом брат меня бьет. В детстве я, у нас в этом вообще, в общежитии жили, у нас это было, мешок муки, мешок муки, открытый, стоял, я как-то его уронил, потом начал что-то топтать. Ну, я тогда ребенок был, еще в школу не ходил, я начал топтать, а мука, когда топтала ее, а он этот, на ощупь такой нежный, гадкий, и мне это понравилось, я хожу, топтаю дома, и дома вообще, такой срач. Брат видит это, брат мне по шее дает, потом начинаем убираться, брат берет, он же на два года сегодня старше, он берет тряпкой, все вытирает, а там мокрой тряпкой, там уже везде это тесто. Тесто получилось. Мама домой после работы приходит, видит этот, видит этот срач, по шее дает нам обоим, а мне обидно, мне брат по шее дал, мне еще и мама по шее дала, а я еще такой был. А на тот момент я еще младший был, у нас младший братишка, он родился в 2006, 11 лет между женами разница, и в этот момент я младший, папа всегда за меня заступается, я жалуюсь папе, пап, брат меня бьет, мама меня бьет, папа приходит, каждого по шее дает из-за меня. И на тот момент я был косяковым, и из-за меня по шее получал и брат, и мама. И мама меня, соответственно, начинает ненавидеть, потому что я косяковый, еще и за мои косяки по шее получают все. И я получаю за свои косяки, а за то, что меня бьют, они по шее получают от папы. И все так было, и папа ко мне относится по-особому, мама меня до этого момента, как бы можно сказать, не особо любила. Не, она как сына ребенка любит, нет, как сына ребенка любит, но бывают моменты, допустим, из троих из нас, она меня, наверное, хуже всех любила, но на данный момент, мама меня, вот я чувствую, мама меня особо любит. Ну, и я повзрослел с тех пор, ну, бывает, я косякую до сих пор, но все же отношение родителей ко мне другое, и я, короче, с Русланом после боя, я говорю, Руслан, я хочу относиться к отцу по-другому, я понимаю, что отец у меня золотой, и он заслуживает к себе отношения намного лучше, как я к нему отношусь. И вот такой момент, Руслан мне говорит, «А где ты перестал отца уважать?» И он начинает мы в детстве копаться, он как психолог, я просто с ним беседую, и он мне говорит, я говорю, «Помнишь, когда был отец для тебя героем?» Я говорю, «Да, помню, я его с работы ждал, он каждый раз там киндер приносил, шоколадки приносил, я его всегда ждал, и отец был для меня героем, а какой момент он перестал быть твоим героем?» «Ну, это, наверное, в классе пятом, шестом, у меня уже, получается, у меня друзья были, я начал, у меня друзья, соседи были, я начал, наверное, восхищаться их отцом, а у них отец успешный, и у меня вот это вот, но непроизвольно, я думаю, ну, они с богатой семьи, ну, не то, что с богатой, отец конкретно пахал, чтобы заработать на семье, и вот в один момент, короче, Руслан говорит, ну, типа, где ты перестал уважать?» Я говорю, вот, я начал восхищаться, наверное, чужим отцом, говорю, типа, вот почему он, ну, добился всего, и, ну, как бы, начал зарабатывать, и дети ни в чем не отказывают себя. А я хотел быть тоже, я хотел быть с богатой семьей, я хотел быть с богатой семьей тоже, но, потому что я видел, как они живут, а у меня в детстве было вот так вот, я поесть йогурт, это было для меня прям роскошь какой-то, потому что этот, у нас, ну, у меня мама учитель, учитель казахского языка в школе, преподаватель, отец у меня водителем был всю дорогу, и у нас, получается, копейка на копейку жили, и, ну, я хотел, вот, допустим, что-нибудь, бананы поесть, допустим, а у нас дома, если бананы стоят, говорят, это младшему не ешьте, и мы реально не ели с братом, младший у нас всегда все, все самое ему доставало. Так вот сейчас и младший любимчик был. Ну да, но у нас же 11 лет же разница, и вот и поэтому все ему доставалось, он на тот момент маленький, мы подростки, и для меня был роскошь, что-то поесть, а я прихожу, у них дома всегда все есть, у них кафе, у них шашлыки каждый день дома, и, блин, вот это вот, для меня казалось, у них жизнь вообще, прекрасная жизнь, и я тогда, наверное, начал восхищаться их отцом. И вот мы с Русланом разговариваем, он говорит, а ты не думаешь, что... А вот, а, он мне говорит, чего добились его дети, говорит, вот этого мужика, ну, ребята сейчас, ну, работают, и я такой говорю, а я говорю, они работают, у них отец, наверное, ездит там, я не знаю, на Лексусе, вот это 600-ый, да, наверное, последний Лексус, у них все хорошо, все прекрасно, дети тоже на машинах ездят, с салона. Ну, говорю, а я пешком, у меня нету машины. Ну, говорю, ну, зато я горжусь собой, я Руслану говорю, я горжусь собой, то, что... И мне кажется, говорю, мой отец ездит на 75-ке, салон, который я купил, он на ней ездит, больше получает удовольствие, нежели их отец, который ездит на 600-ом, там, последний. Конечно, потому что вы купили его. Да. И типа, ну, даже если им купят дети, ну, это как бы дети-то в его сфере работают, и оттуда заработают, но отцу купят. То есть в бизнесе отца. Да, в бизнесе отца. И я такой думаю, ну, наверное, наверное, мой отец ездит на 75-ке, ну, намного больше энергии получает, позитива, нежели их отец там, да хоть на Роллс-Ройсе. Вообще. И я такой думаю, ну, меня вот это, говорю, вдохновляет, говорю. И Руслан говорит, хорошо, кого воспитал их отец, говорит. Я говорю, ну, не знаю, обычных ребят, говорю. Ну, работают, тратят деньги. Ну, по сути-то, ничего в жизни же не добились же ребята. Работают на отца, все такое. А чего добил? А, кого воспитал их отец, говорит. И потом он говорит, а кого воспитал твой отец? И у меня там слезы собрались. По телефону у меня голос меняется. И он еще меня добивает, говорит. Он, ну, что, говорит, Мура, запомни, говорит, деньги можно украсть, можно нечестным путем заработать, говорит. Ну, это не показатель, то, что он чего-то добился, говорит. Ну, их отец. Ну, наверное, он правильно все заработал, но это не показатель, говорит. А деньги можно украсть, говорит. А ты попробуй украсть признание народа, говорит. И кого, вот теперь подумай, кого воспитал твой отец, говорит. И, блин, я там заплакал. Я, короче, телефон сбрасываю. Я говорю, перезвоню. Сбросил. Я реву. Я как девочка реву. Я так, блин, давно не плакал. Я прям, я успокоиться не могу. Я только-только успокоился и с ним обратно созваниваюсь. Он мне еще, я не помню, как он, это год назад был. Еще пару раз сказал, я еще раз сбросил телефон. Еще раз поревел, поныл. Ну и у меня отношение к отцу. Я до сих пор такой же. Там могу поиграться с отцом. Но для меня после этого разговора отец стал моим героем. Тем, кто я являюсь сейчас, это все благодаря родителям. А по большей степени отцу. Потому что везде во всем, он мне бывает звонит, а я могу сказать, пап, не мешай там, я это то, короче, я занят. Но я понимаю, что он мой герой. И реально вот все благодаря отцу. Я ему очень сильно благодарен. А маму я люблю. Мама, мама, это моя вселенная вообще. Я объяснить не могу никак. Это так здорово. Да. И также брат у меня, брат, всю дорогу за меня по шее получал, за мои косяки. Брат, как бы что ни было, мы с ним сколько, все детство дрались, но он меня никогда в обиду не давал. Брат, он, я знаю, что тот человек, который за меня, не подумав отдать свою жизнь, это мой брат. Вот именно родной брат. Нурлан его зовут. Вот он за меня жизнь готов отдать, я знаю. И я его очень сильно люблю, брата. Я даже, ну, всегда говорю, нельзя так говорить. Я младшего тоже люблю, но поскольку я с братом, вот как открыл глаза, брат двухгодовалый, мама говорила, типа, покачай его коляску. И он качает, качает, родители говорят, я двухгодовалый, а я, наоборот, новорожденный, он двухгодовалый. Он в два годика разговаривал свободно. И он качает меня, качает, и говорила, мам, я устал, и мама говорила, ну, тогда давай его соседям отдадим. И он, нет, не отдавайте, он плачет, и он меня качает сквозь усталость свою. И я знаю, сколько я себя помню, брат всегда рядом был. А братишку я уже помню, уже у меня в сознательном возрасте, 11 лет, я ей помню жизнь без братишки. И как бы братишка, он пришел в мою жизнь, как бы после. Я его люблю, я его очень сильно люблю, но как бы, как будто я брата люблю больше. Ну, не знаю, это неправильно, наверное. Я за братишку готов свою жизнь отдать. За брата, за братишку, ну, за семью, за родителей. А за других я, честно, даже после того, как я осмыслил все отношения других людей, как я только понимаю, что самые близкие люди, это в любом случае, ближе семьи никого не будет. И вот я, на данный момент я здесь, родители в Астане, я буквально тут неделю, я уже так соскучился по семье, по родителям. Я раньше так часто не созванивался, я могу раз в месяц позвонить. Но сейчас у меня все в жизни поменялось, я переосмыслил все. Я и так и понимал, что семья и так и самая близкая. Но сейчас я, допустим, взгляд у меня на все поменялось, я сильно скучаю по брату, по родителям, по братишке. И созваниваюсь аж так. На душе приятно становится, когда слышу их. Помните мой вопрос? Вы богатый человек. Я в душе богатый. Вы сейчас рассказали, я понимаю, что вы на самом деле богатый, счастливый человек, потому что у вас замечательная действительно семья, и вы так тепло рассказываете о родителях, это дорогого стоит, что они живы, что вы вместе проводите действительно больше времени, потому что это очень важный момент в жизни, быть рядом с семьей и с родителями. Но вы уже достаточно взрослый человек, чтобы иметь свою семью. Уже, да, взрослый. Давайте об этом поговорим. Вы были женаты или женаты? Два раза, один раз. Расскажите все. Короче, блин, вы только что до интервью меня спросили, типа, вторая жена? Я говорю, да нет. А вы, говорите, я видел фотки свадьбы. Нет. Я женился один раз, расписался через год после свадьбы. Ну, как у меня вот свадьба была, худалок, все такое. И через год мы расписались, потому что я вообще на сборы уехал туда-сюда. И, короче, вообще я не в Астане. Определенный момент два месяца, что ли. Я три месяца жил в Таиланде, два месяца жил в Алма-Ате, потом бой, после боя еще бой. И вот так вот обратно уехал гулять, короче, в Таиланд. На свой день рождения приехал. Сентябрь уже тут свадьба, свадьба у брата. И вот так вот год пролетел. А потом нужно было подаваться на визу, и я думал, подамся с супругой, а у нас, типа, нету никакого фиксирующего... То есть вы год вообще не жили вместе, вы где-то... Нет, мы жили вместе. Она с вами ездила в Таиланде? Она со мной вот в Таиланде, в Алма-Ате я тут когда жил. Ну, второй раз я на две недели уехал в Таиланд уже без нее. Две недели еще ладно. В лес со своими дровами не идут, да? Мурабек. Шучу, шучу, это шутка. И второй раз просто погулять с братом поехал в Таиланд. Мой день рождения там отметили. Ну, погуляли, приехал, и тут свадьба у брата двоюродного. И вот, и все, приехал, подаюсь на визу, и тогда мне нужно было уже, я понимаю, что мне нужна бумага, которая фиксирует наш брак, чтобы податься на визу вместе. А у меня в планах было в Америку, еду с ней, и вот так вот я подался. Ну, мы поженились, официально расписались через год, как мы женились. Потом еще никах мы не состояли, а потом в январе этого года мы сделали никах. И после этого у меня братья прикалываются, говорят, да, я вторую жену возьму, вторую там. Каждый говорит, а я, короче, типа, а вы говорите, я делаю. Типа такого просто сфоткал, и именно лицо закрыл, потому что братья же узнают же ее. И просто чисто в прикол написал, то, что взял вторую жену, типа. Вот с этим надо аккуратнее судить. Нет, это был прикол вообще. А потом там везде СМИ, а я, короче, дальше в баню мы поехали, в Сакскую баню, короче, хорошо отдохнули, в Казарде погуляли. И захожу, у меня Инстаграм разрывается. Муратбек взял вторую жену, там все, приколы всякие пошли. И я думаю, а вот сейчас, если я скажу нет, то скажут, да, типа, накидал всем. И я такой, скажу да, то получается, ну, не соответствую сказанному. И я, короче, это без комментариев оставил этот момент. На самом деле нет, у меня второй жены не было. А вот, кстати, к вам подходят поклонницы, пишут? Ну, наверняка же там в Инстаграм, в Дайрект, и когда вы выступаете в хардкоре. Без комментариев. Муратбек, ну это простой вопрос. Ну, бывает, пишут. А вы отвечаете? Ну, да, бывает, да. Ну, нет, я вообще, не то, что бывает. Я захожу в запросы, а у меня там, блин, прошу прощения, если кому я не мог ответить, очень много сообщений приходит, я стараюсь отвечать. Но там бывает чересчур много, дна не видно. По мере возможности я стараюсь отвечать. Серьезно? Прямо незнакомым даже людям отвечаете? Абсолютно незнакомым. И когда, как, если получается, отвечаю. Если где-то в запросах остаются, даже бывает знакомый, говорит, ты мне не отвечаешь. Я говорю, где? Они там еще, оказывается, есть запросы, потом еще есть скрытные, они как-то не знаю, каким волшебным образом туда попадают. И я их тупо не вижу, оказывается, которые сообщения приходят. Ну, и вот так вот. Многие пишут, мои знакомые, я их даже сообщения не вижу. А потом, когда подписываюсь, я вижу, что они, оказывается, мне писали. Ну, в целом, так... Какой вопрос был? Даже спортсмен же мог бы забыть. Нет, вы все помните. Вы хотите сфокусироваться на карьере сейчас? Вот какая у вас точка, в которую вы идете? На определенной точке нету. Но... Как получится? Я как до этого говорил. Есть одна беда у меня. Я когда вот начинаю сильно болеть чем-то, имеется в виду, хотеть, желать, жаждать. И она всегда идет как-то не по моим планам. Недавно, как год назад, год назад, после боя с Лоусетом, мне сказали, давай поговорим насчет UFC. Я и азат мне сказал. Я говорю, братан, я уже не говорю UFC. Мне и тут все прекрасно, все хорошо. Не говорю желания у UFC. Я говорю, да, у меня и здоровье не позволяет. Он говорит, а ты бы подрался бы мне? Я говорю, ну, не знаю, говорю. Если будет контракт, уже можно подумать. Он говорит, нет, ты мне скажи, будешь драться, а мы поговорим. Я не верю в это, говорю. Ну, ты скажи, говорит. И в конце я сказал, если будет контракт, я буду конкретно готовиться, я посвящу всего себя на тренировках, оставлю себя там, я буду тренироваться. А в целом, я особо не всегда могу тренироваться из-за здоровья. Но я говорю, я могу поменять всю свою жизнь, говорю, если у меня будет контракт. И начали переговоры. И недавно вот разлетелось. Видео вы опять, да, сказали. Нет, я просто сказал, что Айдар Махмедов из-за меня разговаривает в UFC. Он разговаривал. На тот момент был, Айдару сказали с Шоном Шелби, когда разговаривал. Ему отправили сообщение, что ростер переполнен. Он мне скидывал скрины с Шоном Шелби. Разговор по мне. И, короче, я обратно зарядился. Я хочу. И что-то я начинаю буксовать на месте. Я думаю, да ладно. Я сейчас вообще, в общем, отношусь. Спорт, он когда-то закончится, жизнь продолжается. И на данный момент я не зациклен конкретно на UFC. Ну, не будет, не будет. Жизнь на этом не заканчивается. Если будет, конечно, это приятный бонус. Я готов пахать, если этот контракт будет. Не будет, в принципе. Я с собой доволен. Я своей карьерой доволен. Мне жалеть не о чем. Я как-то... На данный момент у меня нету как бы определенного пика, определенного какого-то пика своей карьеры. Как будет, так будет. Я как до этого говорил, я плыву по течению. Кстати, мне сказали, что у вас прям был личный психолог, который с вами... Ну, вы вот этот психолог, который с вами везде? Да, Руслан, это мой друг. По идее, я как... Он психолог, я к нему обращаюсь не в плане боев. Я насчет боев, я всегда заряжен, я настроен, у меня нету... Вам не нужен в этом? Никакого страха перед боем. Я выхожу с наслаждением, с удовольствием. Я к нему этот... Как... Мы с ним... Ну, я с ним в хороших отношениях уже сколько... Он у меня был на свадьбе, мы с ним очень хорошо общаемся тесно. И момент был такой, я говорю, ой, я разлюбил тренировки. Я... Тренировочный процесс мне не приносит удовольствия. Хотя вы всегда говорите, что вы кайфуете. Нет, я кайфую от боя. А, от тренировок. От тренировок я не кайфую. И я такой говорю, блин, надо... И, короче, а я в Таиланд улетаю тогда, я говорю, надо было... Надо бы психолога нанять, типа, я хотел... И тупо разговариваем, сидим, кушаем тут. В Алма-Те, кстати, были. И он говорит, зачем тебе спортивный психолог? Я же у тебя есть. Я говорю, ну ты же по семейным отношениям психолог, а мне нужен спортивный. Ты что, говорит, это одно и то же, говорит. Я типа, я и тебя смогу в спорте. а ну давай попробуем. И он меня в Таиланде так зарядил. Меня зарядил то, что я за три дня сколько, четыре килограмма скинул в Таиланде. Даже больше, наверное. Я сильно схуднул. Я начал тренироваться. В день три-четыре тренировок делал в Таиланде. Я не устаю. У меня прет. У меня сознание прям заряжено. Он меня так настроил. Но потом стафилококк, я заболел. Мне все говорили, короче, не тренируйся так. И потом все это на спад пошло. Не мог тренироваться. Ну вот Руслан, именно он, он меня вообще в основном подводит к боям. Именно в тренировочный процесс он меня мотивирует, заряжает. А он умеет мотивировать. Он умеет в душу залезть и как-то правильные слова подобрать, что я, вау, я хочу тренироваться, я хочу выложиться. И в этом плане он только в тренировочном процессе. Ну и бывает вот так вот. Он, мы же с ним так, просто по душам общаемся. Друг же просто. А он был сначала вашим другом или он просто был психологом? Он изначально был моим другом, а потом он как психолог уже. И вот мы с ним общаемся. Он бывает. Да, у меня на лице написано, когда я без настроения, мне все говорят, что с настроением? А у меня, я не могу скрывать, я не могу улыбаться. У меня нету настроения, все видят это. И он на меня смотрит, что у тебя с настроением? Либо он по разговору, что у тебя с настроением? Да, нормально. Да ладно, давай увидимся, давай погремим, давай чай попьем, кофе попьем там. Он найдет причину, чтобы со мной увидеться, посидим, пообщаемся. И он как-то, как-то начинает душу залазить, и потом говорит, что у тебя там, что случилось? И начинает мои проблемы, допустим, любые мои проблемы, как бы, растолковывает мне, говорит, тут, как бы, вот так надо поступить, не бери близко к сердцу, и вот так, вот так, как-то он, он всегда рядом, как бы, и он помогает, как бы, мне психологически настроиться, но я, как бы, и без этого я могу через боль, через все это перестрадать, например, если кто-то меня предаст, допустим. Я по-любому к этому могу нормально отнесись, а Руслан, он как бы сам вставляет свои пять копеек, и как-то меня больше так заряжает, разряжает от этой негативной обстановки, и он свою инициативу проявляет там. Я не обращаюсь к нему, типа, что там надо сделать? Типа, ну, бывает, я могу сказать, как думаешь, а я к нему могу обратиться вот так вот, трезво рассуждаю, типа, как ты думаешь, вот так вот так сделать, либо вот так вот сделать, просто совета спросить, потому что, ну, он очень начитанный, он очень умный, и как бы, я так же могу к Азату обратиться, так же к Руслану, я знаю, что эти люди, мне мамик, братан тоже, Галм тоже, я Галму могу обратиться по любым вопросам, я Галму могу вообще вот, я знаю то, что у меня позволяет такое отношение к Галму, я могу хоть в 3-4 утра позвонить, сказать, братан, приедем, поговорим, он, стай тубе, это за городом, оттуда может в город, ко мне приехать и поговорить со мной. Я знаю, что Галму это такой человек, который, не только Галму, это и мамик, и Азат, и Руслан, это вот эти люди, которые искренне за меня переживают, а Хурсан, он всегда рядом, он 24-й, он всегда рядом, и вот эти люди, которые всегда рядом и всегда поддерживают, я от них никакого там подвоха, ничего не жду. Это большое счастье иметь таких друзей. И вот они как бы по своей интересной сенсативе всегда стараются мне помочь, всегда меня зарядить, и я благодарен, что у меня окружают такие люди. Безусловно. Мне кажется, вы очень чувствительный, такой сенситивный человек. Да, я, наверное, такой как, да, все близко к сердцу воспринимаю. Я такой, чересчур открытый, это мне не нравится, то, что я чересчур открыт. Почему не нравится? Это же вы. Ну, понимаете, люди этим пользуются, но я сейчас зато, я сейчас уже меняюсь, я знаю, над чем мне надо работать в плане жизни, не в тренировках, не в спорте. Но я думаю, у меня есть куда расти, как личность, как человек, есть куда расти, и дай Лох, все будет еще прекраснее. У меня вот сейчас вот я вдохновлен, я заряжен, у меня глаза горят сейчас, и дай Аллах, у меня будет дальше еще лучше, больше успеха. Я буду просто наслаждаться жизнью, у меня только все, дела теперь только в гору и пойдут. Конечно. Я в это верю. От всей души этого желаю, тоже верю в это. Бизнес сегодня это напряженные звонки, документы, отчеты и бесконечные встречи. Хватит тонуть в рутине и постоянном контроле. Доброе утро, коллеги. Давайте. Дарлин. Решение всех ваших забот в одном месте. От документа оборота до заключения миллионных контрактов. Дарлин. Это твой цифровой офис. Управляй бизнесом из любой точки мира. Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментария, лайков и подписок. Ждем вас. Очень хорошо вы относитесь к Нурбеку, к Арабала, к Назе. Будете ли вы когда-нибудь драться в Назе? Хотели бы вы здесь выступить? И дело только в деньгах или в чем еще? Нурбек мне вообще хотел бой устроить, организовать, но почему-то он меня не устроил. К нему отношения как к старшему брату, Нурбека очень сильно уважаю как старшего брата. Не знаю, предложений никаких не поступало. А он знает, с кем нужно обсуждать. Они пусть с Азатом сами говорят. Я, конечно, рад был бы подраться в Назе. Я рад был бы подраться. Возможно, если там завершать буду, я бы хотел прощальный бой может на Назе провести. Не знаю, посмотрим. Ну, если будет предложение, пока не поступало. Будет предложение, я всегда открыт, я к любым предложениям открыт. Но здесь вопрос о чеке или о сопернике. Пусть казату подойдет по всем вопросам. Еще такой вопрос. У меня был в гостях Диас Кобдов. Я у него спрашивала, что случилось? Мурат Бек с вами у вас больше не тренируется? Он сказал, вы лучше спросите у него. Вот я у вас спрашиваю, у вас все хорошо? Я не знаю, о чем он думает, как, почему спросить надо у меня. Но я скажу, я по состоянию здоровья не могу тренироваться. Вы же тренируетесь с Дортимой сейчас? На данный момент, смотрите, какая ситуация. Я выступаю уже от Тубет же. Последний бой с Грозиновым я вышел от Тубет. И на этот бой предстоящий я выйду от имени Тубет. В целом, я не тренируюсь вообще. Потому что, ну, у меня здоровье не позволяет тренироваться. Именно перед боями я готовлюсь. На данный момент так получилось, то, что я по работе приехал сюда, а у меня бой уже на носу. Мне по-любому надо готовиться. По работе это вы имеете в виду по тренировкам или по какой-то другой? Другие свои дела, свои дела, своя работа. И я приехал сюда, и я же не могу вот, допустим, на тренировке летать в Астану в день два раза, да, допустим. Ну, и так же вот. И Нуртасагай, это мой личный тренер, он мне говорит, иди в Дортим. Он сказал, иди в Дортим, тренируйся, ну, типа, там тренируйся, занимайся, хорошая школа, хорошие ребята, типа, и вот, типа, готовься на бой там. А он сам ближе к бою прилетит за неделю, может, за 10 дней, и там, на подгонку, там, что нужно, по мелочи доработать. В целом я весь тренировочный процесс буду готовиться в Дортиме. Но вы боец команды Тобио Топтим. Ну, я думаю, это не мешает, допустим, моим отношением к Дортиму. Нет. Дортим ко мне относится очень хорошо. Да. Имеется в виду, нету такого, а, он Тубетовский, типа, не знаю, ко мне, я не чувствую никакой дискриминации, ничего. У нас все хорошо, и в Дортиме хорошо, я представляю Тубет. У вас где, а сам все хорошо? Ну, я не знаю, у него ко мне как, у меня к нему нормальность. А Галом сейчас тренируется? А Галом тренируется. Вот, кстати, он недавно начал, я с ним созваниваюсь, вчера только созванивались. Он, да, тренируется, начинает подготовку. Тоже бы хотелось его бой в Найзе увидеть, потому что его бой с Дациком, по-моему, у нас там один из рекордных количеств просмотров этого боя на YouTube-канале. Хороший бой. Да. Муратбек, ну давайте еще поговорим о том, какие все-таки ваши планы, ну вот самое, мне все-таки хочется, знаете, что услышать? Самая ваша большая мечта. Ну вот мы проговорили немного про UFC, но есть что-то, ну, что-то более амбициозное? Вот ради чего я живу? Миссия, лайф-миссион. Вы же наверняка с Русланом это тоже обсуждали. Нет, нет, это я ни с кем не обсуждал. Не поверите в этот вопрос, вы первый человек, который мне задает. Не азат, никто мне почему-то этот вопрос не задавали. Какая твоя мечта? Конечная цель. Да. Вроде не задавал азат. Не помню. Ну вот сейчас я просто, как вы задали, у меня в голове сложился такой ответ уже. В первую очередь, наверное, не потерять себя. я вот это вот, ну не знаю, не потерять себя, самое главное, чтобы никогда мне за себя стыдно не было. Именно за себя. Родители, конечно, ну, в первую очередь, наверное, у меня родители будут даже не, чтобы потерять. хотя тоже терять себя и тоже не хочется. Не терять свою честь, себя потерять, чтобы я каждому в глаза мог прямо смотреть, никогда ничего не стыдиться. Хотя есть у меня поступки, за которые мне до сих пор обидно. Стыдно. Где я поступал стыдно, неправильно поступал. Но я думаю, это у всех есть. Но впредь я не хочу такие ошибки повторять. Ну и жить для родителей конечная цель. Я хочу, чтобы родители увидели весь мир своими глазами, чтобы они жили и наслаждались. Я готов посвятить всего себя, всю свою жизнь ради этого. Чтобы мои родители просто наслаждались жизнью. Я честно хочу, чтобы у меня родители не работали, чтобы у них всегда на счету были большие деньги. Они могли вот так вот, вот тупо вот так, мама, а мне скучно, поеду в Милан шопиться. Все, вот чтобы у нее деньги позволяли, она прям зашла, купила сразу билет, хоть на завтра, хоть на сегодня, улетела, прилетела с вещами. Почему бы нет? Ну, по сути, это вполне реально, возможно, для этого не нужно быть, для этого не нужно быть супер богатым, в фору сходить. Ну, в принципе, это же возможно для просто средне богатого человека. Что для вас быть честным, порядочным человеком? Говорите, не потерять себя. А что это не потерять себя? Наверное, чтобы всем прямо в глаза мог смотреть, никогда за себя, чтобы не было стыдно. не то, чтобы за меня плохо говорили, да, потому что, я как говорил, хейтеры всегда были и будут, по-любому, кто-то будет обо мне плохо говорить. Мне на это все абсолютно все равно. Но те, кто меня лично хорошо знают, главное, чтобы они знали, мои близкие, мое окружение, чтобы они знали, кто я, кого я из себя представляю. И чтобы мне за себя не было стыдно, короче. честь, как сказать, честь. Я даже не могу это изложить полностью, мысли свои. Ну, я вас поняла, да, главное быть честным. Да, честным для себя. И смотреть всем прямо в глаза. Главное, чтобы я был сам перед собой честен, и чтобы мне мне саму никогда не было за себя стыдно, и мог каждому твердо в глаза смотреть, и все. А вы вообще вот к хейту спокойно относитесь, когда вам пишут в комментариях? Шок, там, типа такого, что-нибудь. от настроения, от ситуации, потому что, ну, все мы люди, все мы можем разозлиться, по-разному отреагировать на каждое сообщение. Есть хейт еще разный, есть прям такой ужасный хейт, там, когда задевают, ну, не только меня, а там, моих близких. Ну, здесь уже, да. к хейту, да, смотря какой хейт, если честно. Ну, бывает иногда, когда он просто на стороне, хорошо, да, ладно, пусть он там дома у себя на диване обсуждает, ждет своей зарплаты, типа такого, я наоборот, бывает, так легко могу отпустить момент, но бывает, это не могу негативно реагировать на каждое хейт от ситуации. Я, знаете, не могу вас представить злым, честно. Я, когда готовилась к интервью, я показала своей подруге, которая не в курсе вообще. За спорт? Да. Я сказал, вот у меня будет интервью, там Радбек Касымбай очень известный боец, он боец, у него такое детское выражение лица, он такой добрый, то есть вот, ну, вы реально производите впечатление такого доброго, позитивного человека на таком легком вайбе, вы можете прям разозлиться и быть злым? Ну, конечно, могу разозлиться, любой человек может разозлиться, но я стараюсь, не хочу показывать свою злость. Ну, допустим, на данный момент, чему мне злиться, я, допустим, я на позитив, у меня на данный момент душевное состояние такое эмоциональное, прям, мне приятно, мне кайфово, я получаю удовольствие вот от этого интервью, от этой беседы, я получаю удовольствие, мне приятно, и я думаю, это не наиграно, зрителям это видно, и из-за этого у всех слаживается, у большинства слаживается впечатление, что я добрый. На самом деле, я не добрый. Наверное, так и есть, ну, я же человек, я могу, у нас разные эмоции бывают, злость, агрессия, там, я такой же человек, как и все. Но вы никогда, вот так, знаете, некрасиво, скажем так, не трешточить, у вас даже трешток какой-то такой, прям, позитивный. Ну, вы как к этому, вообще, в принципе, к трештоку относитесь? К трештоку я позитивно отношусь, трешток по-своему должен быть, но, я считаю, не должен переходить на личности, но если даже, если даже переходить на личности, самое основное не должно задевать семью, близких, веру и нацию. Мои принципы. А в целом, если вот человек ко мне испытывает негатив, если он, прям, вот этот, весь негатив на меня изливает, почему бы нет? Я тоже готов к такому. Потому что я понимаю, я же сюда же не на прогулку выхожу, я драться выхожу, если у него есть ко мне какая-то агрессия, негатив, я готов принять его эту агрессию, негатив. И также я сам готов буду к такому же ответу, к нему. Но я сам не стараюсь первым задевать все такое. Но если ко мне есть какой-то негатив, почему бы нет? Но главное, чтобы это не переходило определенной грани, как семья, вера, религия, нация. В принципе, почему бы нет? А вы можете дать какой-то совет бойцам, которые будут смотреть наше интервью. Но вы, безусловно, один из самых медийных бойцов. Вас узнают, вас знают, вы построили себе такой образ интересный. Как? Вот очень много же бойцов таких. Я дерусь, это моя основная деятельность, никакого трештока, желаю всем только победы. И бой невозможно раскрутить этот. И зрителям он не интересен. Медийка же тоже очень большая часть вашей работы. Как сделать себя Муратбеком, Косымбаем в медийке? Вот вы говорите, я сделал себе такой образ, вы говорите, я не делал образ, я такой, какой я. И совет всем молодым, не старайтесь подражать кому-то, быть как кто-то, будьте собой и все. Вот как говорится, да это везде же говорят, будь собой и все. Вот этот, именно вот эту фразу, будь собой, мало кто понимает. А если прям дословно понять, Галм, почему Галм мединый, почему он выстреливает, почему те, кто косят под Галма, у них не получается. У него есть своя уникальность в Галме. У него своя харизма. Он такой, как он есть, да. А харизма почему? Потому что он играет самого себя. Он не играет. Он не играет, он такой. Вы меня же в жизни знаете же, я играю в кого-то. Нет. Я вот, какой я на интервью, я такой. Если мне сейчас что-нибудь на интервью не понравится, я могу встать, уйти. Я могу там послать, ну, допустим, оператора, да, к примеру, если он мне что-то не понравится. Нет, к примеру, говорю. И я такой, какой я есть. Но я не стараюсь там быть чересчур хорошим, чересчур плохим. И совет всем молодым, просто будьте собой. И когда человек такой, какой он есть, он не играет, у него лицо не наиграно, и у него уже харизма другая. Мне кажется, мне кажется, когда играет самого себя, он более харизматичен, нежели, там, косит под кого-то. Мой совет, наверное, быть самим собой. А вот вас в хардкоре как-то дают вам какие-то там, ну, там, скажем, консультации, скажи вы так, а сделай вы так, чтобы раскрутить бой? Мне нет. Потому что, ну, я считаю, я не знаю, как говорится, как там что происходит, кому какие поручения, просто там же слухи же ходят, что кому-то там задание дают, что этот на того ударил, все такое. Ну, мне такие предложения не поступало, ну, ну, я знаю, что ко мне не поступят такие предложения, даже если это так. А возможно, это даже не так. Может, наговаривают люди. Потому что даже в случае чего, если мне так скажут, я скажу, да, я не буду это делать. И все. Вот просто, я не буду это делать. Вот поэтому, я считаю, возможно, ко мне такое и не поступало. Я буду тем, кем я являюсь сейчас. Мне, допустим, что-то неприятное, я скажу это на пресс-конференции, я скажу, что он мне неприятен. А если соперник хороший, вот последний бой мой с Грозиным у нас на таком уважении было. Ну, я потому что искренне его уважаю, честно. и у него так же ко мне отношения. А вот так сложнее драться, если ты уважаешь? Нет. Или вы там просто все отреживаете? Нет, я вот, допустим, я понимаю, что, вот, допустим, с Грозиным у нас было на максимальном уважении, но при этом бой был максимальный такой, рубка, не жалели, били друг друга. Ну, я считаю, это вот, то, что мое отношение к нему и то, что бой, это две разные вещи. Я ему сказал, до боя мы с тобой в хороших отношениях и после боя. Не важно, какой исход будет, выиграю я, выиграет ли он, не важно. Но я себе уже такое, я понимаю, что он в душе хороший человек, и для меня самое важное не какой ты спортсмен, для меня самое важное какой ты человек. А он по душе мне очень такой импонирует. У нас немного сходств с ним в какой-то степени похоже. У меня задача была выиграть его. Я с первой же секунды пошел рубиться, драться, короче, я максимально хотел дать такой бой, чтобы зрителям всем понравилось. И Саша Красавчик тоже принял такую рубку. Мы в кость-в-кость бились все три раунда. Бой был, ну, реально украшением того года. Ну и от этого у меня уважение к нему не уменьшилось, а только выросло. И так же у него, я считаю, ко мне. А есть персонажи, которых вы прям не любите? Ну, есть определенные. Не будем называть, но мы все их знаем. А там вот, когда есть еще вот это бэкграунд, вот этот эмоциональный, у вас все-таки больше злости, больше желания подраться и вообще что-то доказать? Тому? Угу. Я уже перестал верить в этот бой. Ну, сколько раз уже срывается, сколько раз. Я уже, я отпустил этот момент. Будет, будет, нет, нет. Я так же, как с UFC говорю. Почему мы не называем его имя? Ну, я не хочу просто. Хорошо. Мы титры дадим, вдруг кто-то не догадался. Ну, уже я этого человека отпустил. Все. У меня уже определенный, ну, есть определенный негатив, но не так, как он был раньше. Просто с этим некомфортно жить долго, да, вот с этим негативом? Ну, не знаю, он как-то... Злостью. Да зачем я на него буду сфокусироваться, свое мнение, впечатление, настрой? Будет, будет, нет, нет. Ну, вы вообще думаете, когда он может быть? Этот человек ко мне неприятен, конечно, я бы не хотел быть с ним за одним... Не то, что не хотел, я с ним не сяду за один стол, я стану. Ну, бывало вот на пресс-конференции мне неприятно с ним сидеть. Просто неприятно, и все. И мне абсолютно все равно уже, что у него в карьере будет. Будет бой? Будет. Почему? А ваш прогноз какой? Будет в процентах там? Это состоится когда-нибудь бой? Не будет, я думаю. Не будет? Ну, если вдруг будет, я всегда готов. Вы не откажетесь? Не, не откажусь. В целом, просто я не верю в этот бой. Но в этом-то ничего плохого нет. Ты, наверное, не будешь меня терроризировать в Инстаграме, везде писать гадости? Я же ничего плохого тебе не сказал уже. Просто можете. Каждый раз, когда я его упоминаю, у него какое-то негативное впечатление обо мне. Вот, там что-то начинает писать в Инстаграме, играми, посты мне посвящать. Я вроде ему ничего плохого и не желаю. Но я как бы просто я сказал, не верю в этот бой. в этом же ничего плохого. А вы можете назвать еще, ну, закрыли, ладно, с ним тему, какого-то соперника, с кем бы вы хотели еще подраться? Какие бои могут быть? Ну, не то чтобы в разработке, а вот ваши соперники, с которыми бы вы хотели бой получить? Соперники, ну, даже не думаю, если честно. Надо подумать. Вот допустим, давайте гипотетически, вы попадаете в UFC, и вы будете в той категории, где Махачев, да, чемпион? Это весовая? я бы ниже пошел бы, что есть. Там кто чемпион? Вот Волконоский. А, Волконоский. А, нет, Топуре же сейчас. Да, или Топуре. Да. В этой весовой. Там кто мог бы теоретически быть вашим соперником? Ну, не знаю, но я бой моей мечты, я не раз говорил, это Гейджи. Я считаю, там один из нас был упал бы точно. Либо по-любому бонус. Это бой по-любому бонус просто. А лучше всего бы оба, чтобы не упали и отработали все с дистанции, и это было бы просто кровавый бой. Рубка. Вы когда говорите кровавый бой, вот вообще, когда говорите, я получаю удовольствие в клетке, я это не могу представить. Как это вы получаете удовольствие от того, что бьете людей? Наверное, это надо полюбить. Первое время я не любил, честно, мне не нравился момент, типа, ну, в начале я такой чуть получал мандраж, определенный страх после пропущенных ударов. А сейчас, я не знаю, у меня вот, но это уже давно, конечно, это переключилось уже. Сколько у меня? Четыре года точно есть, я переключился уже. Я начал понимать, да ладно, ничего страшного, пропущу удар, ничего страшного. И уже у меня вот с тех пор все поменялось, и как-то, я реально получаю удовольствие, даже когда меня бьют. Ужас, как это? Это не описать так. Я пропускаю, мне больно, я думаю, да ладно, я сейчас ему должен больше вернуть. Типа, даже если я два удара пропустил, я должен один ему так дать, чтобы как два удара было. Ну, примерно вот. И у меня какой-то азарт просыпается, я в азарте. А вот так в жизни вы азартный человек? Скорее, да. Там какие-то, может быть, игры компьютерные, что-то. Да, из-за этого я стараюсь к азартным вещам не приближаться. В целом, да, я очень азартный. Вы себя контролируете? Я просто стараюсь не подходить к такому. Допустим, я знаю, на что я могу подсесть, допустим, на определенные компьютерные игры. Ну, я не играю в игры, мне уже это реально неинтересно, на что я, допустим, азартные игры я боюсь, потому что я уверен, что я подсяду, и мне еще не везет в азартных играх. Я по-любому проиграю. В казино мне нельзя заходить по-любому. Я там все оставлю, наверное. Мам, там железная ставка, давай твою хату поставим. А как для вас весогонка проходит сейчас? Да я... Вы спокойны? Не гоняю сейчас. Нет, я сел на ПП, я вешу сейчас 76 килограмм, мне осталось-то до 70-800, ну, 5-800, где-то плюс-минус, вот так вот. Почти 6 килограммов осталось. Ну, это немного. Да, абсолютно немного. За неделю я в легкую скину. А вы как питаете? Сами себя готовите? Нет, я заказываю правильное питание, мне привозят домой. Ну, и вот. Вы только вот в период тренировочного процесса правильно питаетесь или вообще предпочитаете? В основном, нет, только в тренировочный процесс, именно когда подходит, именно начинается весогонка, я за месяц начинаю гонять. Ну, как, что плавно все сократить и легко скинуть? А я и так, и почему-то заболел сильно. После его раза я сильно, кстати, заболел. Я же говорил, вот когда у меня друг там за мной ухаживал, нянчился там, по утрам мне горячее молоко. У вас что-то просто простуда было? Да, сильно заболел, простуда, температура, и он ходил за мной ухаживал там. И вот в этот момент я вес очень сильно скинул, мой вес составлял 68 килограмм. Да. И вот с тех пор я вот чуть-чуть час набрал до 78, вот так вот. Это я еще набрал, а в целом я бывает 86 могу весить. Ну, сейчас у меня вообще легко мне дается, я как бы не особо гоняю. Любите покушать вкусно? Конечно. Что любите? Все, мне не важно, главное, чтобы реально вкусно было. Мясо люблю, углеводы, чуть-чуть. Но всегда же все вредное, всегда все вкусное. Вы определенно ролевая модель для молодых ребят. Возможно. Вот вы сказали, да, будь собой, это правильно, но дайте какие-то советы, как начинающему бойцу построить свою карьеру, чтобы и зарабатывать, и на жизнь хватало денег. Потому что мы же знаем, что если ты погружаешься в тренировки, они не могут работать, потому что нужно все внимание сфокусировать на тренировках. А как жить? А есть еще родители, которым нужно помогать? А есть еще девушка, с которой хочется в кино сходить? Как выживать? Давайте я расскажу про свой жизненный опыт, как у меня сложилось. Но я не знаю, навряд ли у всех так получится, потому что каждый индивидуальный по-своему, у каждого своя жизнь, кто-то работает. Я много спортсменов повидал, которые рано ушли, потому что им надо было работать. Для этого, наверное, ваши родители должны вас сильно верить. в первую очередь, потому что мне отец запрещал работать. Он мне прямо сказал, либо работай, либо спортом занимайся. А он верил, что я, он знал, что я выберу спорт, и он мне прям запрещал работать. То есть он говорит, тренируйся, не работай? Да. Мы ездили на соревнования, я получал, у меня ни зарплаты, ничего, родители получали абсолютно там мелочи, но они умудрались оттуда мне давать на соревнования, чтобы я съездил на поезде, билеты, на проживание, обратно. И, в первую очередь, это поддержка родителей. В первую очередь, абсолютно в первую очередь. Второй момент. Огородить себя от, наверное, не того коллектива, либо, не то, что не того коллектива, я так скажу, наверное, чуть-чуть огородить себя от гулянок, от соблазнов, от соблазнов, да. Потому что у меня был такой жизненный опыт, когда был студентом, у меня группаши, они вечно гуляли, там все такое, и меня вечно звали, а я говорю, а я на тренировке. Я вот когда колледж закончил, я диплом поучил, они все гулять поехали, там на лимузине, все такое. Я пошел домой, мама удивлена, я все, костюм все снял, сумку взял и на тренировке. Тренер говорит, у тебя же выпускной, что ты не гуляешь? Я говорю, у меня я буду тренироваться. А у меня группаши говорили, давай погуляем это все. Блин, я многих, наверное, сильно обидел, очень грубо высказался. Я им говорил, вы гуляйте, пока вам час гуляется. А потом будет у вас, настанет такое время, когда у вас семья будет, дети, и вы будете работать, жить от зарплаты до зарплаты. На тот момент, когда вы будете работать, пахать, я лучше сейчас попашу, а когда вы будете пахать, я буду отдыхать. Говорю, гуляю. И 9 лет прошло, как я колледж закончил. 9 лет прошло, да. И с тех пор, я вот замечаю, сейчас у меня группаши тоже уже взрослые. Я смотрю на некоторых, одноклассников. Я возле них молодой. Вот внешне даже. Они бывают, работа утомляет, нервничают, думают много, наверное, из-за этого быстро стареют. Но как бы, как бы это обидно и грубо не прозвучало, я никому не желаю плохого, но вот их работа какую-то съела. И они уже такие истощенные, они пустые, но при этом они работают. Блин, они напоминают мне моих родителей. Вот почему я хочу как бы приукрасить жизнь родителей, потому что вот представьте себе, у меня мама работала с понедельника до субботы, воскресенья, уборка, и каждый день, каждый день у нее нам кушать надо готовить, нам вещи надо стирать. И я говорю, мама, это профессия, которая, у нее нет выходного, нет отдыха, мама вообще не отдыхает. И я понимаю, мама для нас посвятила всю свою жизнь, всю свою молодость. А сейчас я просто обязан, я просто обязан жить для родителей. И тут теперь такой же момент. У ребят, вот ребята, вот мои группаши, одноклассники, большинство, я не говорю все, большинство напоминает моих родителей. Они сейчас живут от зарплаты до зарплаты. День сурка, каждый день работа, дом работа. Субботы, лишь бы выходной был бы. И вот, а я живу в удовольствие, я честно, я живу в удовольствие. Я могу, сейчас тренировочный процесс, я в режим вошел, рано ложусь спать, рано просыпаюсь, в целом я живу в своем удовольствии. Я живу в кайфе. Я могу уснуть, когда я захочу, проснуться, когда захочу. Меня устраивает моя жизнь. Я живу той жизнью, о которой я не то, что мечтал, я стремлюсь к этой жизни. Я еще не всего добился, но как бы моя жизнь меня устраивает. Ну вот что, вы живете в удовольствие. Давайте уберем тренировочный процесс. Вот ваша обычная жизнь, что вы делаете в обычные дни? Ну, когда как. Иногда, может, какие-то дела появиться. Куда-то надо съездить, с кем-то увидеться. В целом, просто обычный мой день может быть вот таким вот. Проснулся во сколько захотел, поехал там, покушал где-нибудь. Либо там могу к родителям пойти, с родителями побеседовать, чай попить с мамой. Вообще люблю вот этот процесс с мамой пойти по магазинам, вот просто продуктовый. Телегу толкать, выбирать то, что я хочу, брату всем. И с мамой просто душевный разговор. Вы считаете, настоящие друзья, они могут быть только с детства или они могут появиться уже в более взрослом возрасте? Я сейчас, наверное, скажу такую соломую фразу, но это я сам как думаю. Новый тренд, наверное, в Инстаграме, в ТикТоке, наверное, теперь. Но я считаю, друзья бывают, ну это в моем понимании, друзья бывают от ситуации жизни, от разного этапа момента жизни, бывают у нас интересы в детстве, определенные интересы. В детстве нам нравится, допустим, компьютер поиграть, к примеру. И нам душевно будет ближе тот, который играет со мной рядом компьютер, нежели тот, который там на улице играет в футбол либо тренируется. Просто это интересы, когда разные интересы, уже от человека просто они могут разойтись, интересы когда расходятся. Но я считаю, в каждом этапе своей жизни, ну не только у меня, у всех, интересы меняются, согласитесь, у вас же тоже так. Конечно, да. И вы, наверное, где-то вот, у меня вот, допустим, школьный друг был, прям близкий друг, я его так сильно любил. И в один момент просто у нас вот... Разошлись. Просто пути разошлись. Как бы я с ним никак отношения не портил, ничего, а вот просто разошлись. И я считаю, у нас просто интересы поменялись. Я перестал играть компьютером. И вот, не знаю, наверное, вот так вот. И каждый этап жизни, определенный этап, там, я провожу где-то, чем-то увлечен, и там появляются новые друзья. Но бывают такие друзья, которые, ну, им не важно, какой интерес. Вот, допустим, у меня есть, блин, кстати, Артем. Тема, я скучаю, капец как скучаю. Артем, это мой близкий друг, я его считаю, ну, мне как старший брат, он старый, 87-го года. Старый? 87-го года, для меня он старый. Но у меня с ним нету такого, я могу полностью ему, как есть сказать, у меня нету с ним таких ограничений, как старший брат. Я его очень сильно люблю, как старшего брата, но я могу ему полностью мысли изобретать. А вы вместе в Адваре или где-то? Нет. Он, мы с ним с 14-го года общаемся, мы из Назады познакомились. Вот Артем, неважно он где, он сейчас в Канаде просто, я так скучаю по нему. И мы, когда он был в Астане, мы вместе всегда, у нас разные интересы даже бывают, но мы всегда как-то находили время, провести время вместе. И такой душевный человек. И вот Артем, он сейчас, он переехал после этого, по работе уехал в Петропавловск, потом в Караганду, и мы с ним можем по полгода не видеться, но всегда друг другу рады, прям всегда. Он переехал, когда уже год, год, наверное, есть уже, он в Канаде живет. Я по нему так скучаю, реально соскучился. И Артем это тот друг, который неважно где, неважно сколько с ним не общаться, я могу год не общаться, я могу с ним, я уверен, я могу с ним два года не общаться, я ему напишу, напишу, я в Канаде, где твоя хата, я приеду тебя жить. Он, конечно, он сам меня заберет, встретит. Я знаю то, что вот этот человек, он искренне душой со мной, неважно, интересы у нас одинаковые, А в целом появляются друзья от интересов, ну и бывают такие, которые интересы хоть и разные, да. Вы когда про Артема говорили, у вас глаза даже засверкали. Я, блин, соскучился просто про Артема. А вы верите в дружбу между мужчиной и женщиной? В дружбу? Нет. Почему? Это же не бывает. У вас нет подруг? Нет. Ну, я думаю. Не, нет. Не может быть. Вы в это верите? Я верю. Да нет. Это сейчас пошло будет, но, короче, не бывает. В любом случае, один из них по-любому чего-то хочет от кого-то. В любом случае, не может быть такого, что... Не знаю, я в это не верю. А вы вообще к женским боям как относитесь? Тяжелый вопрос. Тяжелый вопрос. Бои зрелищные. Женские бои, они... Вообще же женщины сами по себе кровожадные. Вы же это сами знаете же. Они очень кровожадные, они готовы друг друга убить. А мы там друг другу рожи набили. Вот такие... Вот такая голова, обнимаемся там, чуть ли не этот... Признаемся, чуть ли не признаемся в любви к нему, да, допустим. Проявляем все свое уважение, да, вот, допустим, к сопернику. Похути рожи набили друг другу. Женщины, они очень кровожадные, они очень злопамятные, они долго это держат. Они прям выходят... По мне, они выходят на бой не просто подраться, они готовы выйти и убить друг друга. Вот куда вы знаете? Тем самым, тем самым бой-то зрелищной становится. И вот тут и как бы есть и плюсы, и минусы. Я не могу сказать, как я отношусь к женским боям. 50 на 50, наверное. В чем секрет вашего успеха? Вот потому что, когда дерется Муратбек Касымбай, ну, это всегда аншлаг. И неважно, это в Казахстане, это или в Москве, где-то в России. Но это всегда аншлаг. Вот в чем секрет вашего успеха? И такой, такой любви народа к вам? Мне честно, в первую очередь, хочется услышать ваше мнение. Вы видите, вы примерно знаете ответ. Честно, я хочу ваше мнение услышать. Я думаю, потому что вы такой, какой вы есть. И вы искренни. Вы делаете это действительно с любовью. Как бы мне это непонятно, как можно делать, как можно бить людей с любовью, но я верю, что вы это делаете искренне, и что вам нравится ваше дело. И вы, на самом деле, я вот знаю, сейчас выключатся камеры, и вы останетесь такой же, как сейчас. Вы не рисуетесь, вы не строите из себя кого-то. Вот. Мне кажется, секрет успеха всегда в том, что человек такой, как он есть. Он искренен, и он ничего не строит. Ему не нужно тратить энергию на то, чтобы держать маску. Вот. Это мое мнение. Мой ответ, наверное, будет примерно схож с вашим. Да, секрет успеха, я считаю, в любом случае, в первую очередь, кто бы что ни говорил, через труд, пахота, определенные жизненные моменты, трудности, это же все, как вам сказать, без одного маленького пазла, либо без одной ступеньки, если я пойду, допустим, разные дороги, если я пойду по другой дороге, все, у меня вот это все пропало, я уже этого не добьюсь. Это нужно, короче, оказаться в нужное время, в нужном месте, быть с нужными людьми, нужная поддержка. Это шанс один на миллион, мне кажется. Если, допустим, представим такой момент, если у меня забрали все мое воспоминание и вернули прошлое, не факт, что я проживу, дадюсь именно таких же высот, потому что вдруг я где-то буду идти и в зал, а я устал, я не пойду, вот представьте себе такое, а потом я не познакомлюсь с Азатом, а потом уже у меня не будет выхода Fight Nights, меня же Азат вывел Fight Nights, и дальше больше, вот так, вот так, и я бы был, наверное, может, обычным человеком бы. Это как бы все состоит из определенных совпадений. Не то, что совпадений, да, это, а возможно, так и было бы, вот это говорят, все предписано, может, а может и все предписано, но нужно по-любому делать что-то, какой-то арикет, намерение к этому, чтобы любиться. и это состоит из множества совпадений, из мелочей стать, допустим, тем, кем я являюсь сейчас. Так что, секрет успеха у вас, вы должны пахать, вас должны поддерживать родители, самые близкие, особенно, как бы, кто в вас не верил, у вас должен быть человек, который вдохновляет вас, и вам все равно, хоть кто что говорит, а этот человек в вас верит, весь мир не верит, все, вы добьетесь, у вас самого нету тут уже ограничений. Определенно, здесь должно быть все проработано в голове. Там из много мелочей состоят. Это не конкретно от одного человека зависит, от меня самого не зависит. Я считаю, мое мышление, поддержка родителей, поддержка близких, определенные люди, которые могут свести, там, подвести на турнир какой-то, потом показать себя на турнире, проявить себя, показать всю свою искренность, какой он человек. Если человек негативный, можно же и на хейте, допустим, на негативе, на таких вот напряженных пресс-конференциях можно хайпануть. Вдруг, если, вот у меня просто, я такой человек, а у кого-то, допустим, негативом забирать хайп, определенную известность, потому что он тоже не играет, он такой же, он вспыльчивый, сразу газует, бьет, и вот в этом его харизма может. И у каждого, каждый человек индивидуален, у него должен быть свой подход, своя картина, и быть успешным, это у каждого своя дорога, я считаю. Допустим, кому-то не подойдет моя дорога. А вы знаете, еще никак не могу остановиться с вопросами. Можно остановлюваться. Не могу не спросить, вот когда мы говорили про Шевката, вы сказали, что у него уникальная физика, да, то есть это он так, понятно, что он трудолюбивый, что он пашет, но и физически, да, у него как будто бы больше, чем у среднестатистического человека возможности, вы говорите, у него как будто там два сердца. Вот, может быть, ну вот, то есть есть какая-то данность, и ты можешь, как бы ты ни пахал, ты не бьешься уровня Шевката, потому что он физически изначально более талантлив и одарен природой, да? Не согласен. Не согласен? Не согласен. Я считаю, вот мы все рождаемся голыми, слабыми, маленькими, а дальше, это же все через трудолюбию, человек адаптируется, привыкает к любым нагрузкам, абсолютно ко всему адаптируется. Шевкат с малых лет, видимо, тренировался, он переборол себя где-то с трудностей, и это уже вошло как в привычку. Для него это уже нормально. Для него так пахать, как для нас, допустим, для него это нормально, для нас это самоубийство так пахать. Ну, я считаю, это все с годами наработанная пахота. Это все благодаря пахоте, я не считаю Шевкат талантливым. Ну, он не такой уникум, талантливый, но он очень трудолюбивый. И мне самое главное, я считаю, это не талант, это пахота. Через труд добиться можно большего, чем через талант. Потому что талантливые, они все ленивые бывают. Ну да, просто как доно от природы, да. Они там два раза двоечку ударят, и уже все на соревнования раз двоечка вырубают. А пахари, они прям пашут, оттачивают, оттачивают, и наверное, такой уникум еще будет, но он должен такую жизнь прожить, как Шевкат, наверное, пахать. Только через пахоту, пахоту, пахоту. Ну и тут также, Шевкат был бы просто сильным бойцом, но представьте себе, если он бы не познакомился с Боем Ратычем, не дрался бы на битву на Марде, и вот если бы этого все не было бы, если бы он вовремя не познакомился с нужными людьми, он бы сейчас, может быть, он бы просто был бы любитель хороший, чемпион мира, и все. Может быть, завершил бы карьеру, может, работал бы, семьями был бы. Но видите, это же, конечно, в первую очередь это через пахоту, через работу, и дальше уже обстоятельства. Чтобы второй Шевкат был в Казахстане, это нужно такой пахарь, чтобы он был, нереальный пахарь, можно сказать, что открыл глаза, уже начал пахать. после такого труда, объема работы, как Шевкат, если отпашет, если он еще с нужными людьми познакомится, которые будут его продвигать, у нас будет еще один Шевкат. Но на данный момент я своими глазами такого, как Шевката, не видел. Если я его вижу, я обязательно скажу. Даже среди российских бойцов? Я среди никого не видел таких бойцов. Вы считаете, что Шевкат один из миллиарда, наверное. Один из миллиарда. Таких, как он, наверное, в мире, наверное, человек 8 в плане спорта. В жизни же бывает же таких, много же там, кто-то в бизнесе пашет нереально. Допустим, я не видел, как Хабиб тренируется, я не видел, как Ислан Махачев тренируется. Но я предполагаю, что они тоже один из миллиарда. Но, мне кажется, Шевкат в плане пахаты Шевкат им не уступает. Кто? Ну, я считаю, самый пахарь в мире, наверное, это Шевкат, Хабиб и Махачев, наверное. И я бы, я даже не знаю, я их не видел в тренировке, но я думаю, Шевкат явно не меньше их пашет. Дальше не знаю, как дальше. Ну, все через труд, короче. И это уникум. Шевкат уникум. И я лично, я не сомневаюсь. Я, кстати, когда первый раз сборы в 15-м году провел, я сказал, Шевкат будет первый, кто подпишет UFC из Казахстана. 15-й год. Он подписал в 19-м, в 20-м подписал. Ну, в 20-м. Я за 5 лет вперед сказал, что он будет первым, кто подпишет. И так и было. Он подписал первым, а Жаку подрался раньше. А вообще подписал первым Шевкат. И я тогда еще говорил, в топ-10 он в легкую зайдет. Просто мое мнение было. В топ-10 он в легкую, я еще азат это говорил. В топ-10 он в легкую зайдет, а дальше, как он будет дальше пахать? Ну, не знаю же, время там еще сколько было, 2015 год. Я говорил, если он не перестанет так пахать, и если он будет развиваться, идти в Америку, получать новые навыки, новые знания, то Шевкат точно будет чемпионом. А если он где-то забуксует, остановится, то он на своем этом пахоте в топ-10 зайдет. Но дальше я не знаю. А я вижу, как он прогрессирует, как он пашет, как он оставляет себя. Он за новыми знаниями едет за океан. Но он все делает для развития. У меня сомнений нет, что он будет чемпионом. И я даже не сомневаюсь, с такими темпами он будет тот, кто в серию побед будет больше, возможно, и до 30-ти ноль дойдет. Это мое мнение. То есть он может рекорд сделать? Да, я не хочу Хабиба ничем оскорбить, но просто я верю в Шевката. Я просто верю в Шевката, что он может добиться 30-ти ноль, если он будет такими темпами пахать. Это вообще... Для меня это, мне кажется, он еще рекорд поставит. Все бои, все досрочные. Да, вот. Шевкат это уникум. А можете вот еще сказать, кого вы сейчас из молодых можете отметить? Так же, как вы когда-то в Шевката заметили? Может быть, сейчас есть какие-то ребята, которых вы можете назвать, искать? Вот их тоже через 5 лет могут подписать. Ну, может, через 3. Так, по... Видите, тут я не могу сказать, что подпишут, потому что кто их ведет, как, не знаю. Но в целом у меня есть такие... Я знаю, я еще вот... Тимур Серкла. Я за ним еще... Я его первый раз увидел, когда он со сборной России бился против хорошего соперника. Он еще засобнитил или нокаутировал. Я кое-что увидел в нем молодой. Ему сколько было? 19 лет тогда. Молодой, перспективный, сильный. Потом второй бой его увидел против Кущена Аканова. Я-то знаю Коша, как борется. Он очень сильно борется. Но он, когда не давал ему бороться, я был просто удивлен. Я знаю, как борется Коша, он просто не давал ему бороться. Даже когда проваливался, он умело, успевал откидывать ноги. Я тогда думаю, вот этот вот пацан далеко пойдет. После этого я с ним в зале поработал. Ну, реально он... Я ему говорю, только не бросай. Я с ним вот... В хороших отношениях я с ним... Я и до этого говорил, только не бросай, только не бросай. Он когда вот... Он еще Хабибу проиграл. Когда Хабибу проиграл, я ему позвонил, сказал, ни в коем случае не вздумай бросать. Не бросай, все нормально. У всех бывает поражение. Очень классно, что вы его поддержали. И я вижу у него в глазах, он голодный. Он мне напоминает меня в молодости, когда я был голодным. Так, прям как у него глаза горели. И я вижу, он на каждой тренировке выкладывается. Просто выкладывается. И я верю, что у него большое будущее. Главное, чтобы он нашел правильных людей, которые его доведут. И чтобы вот эта сейчас серия поражений никак его не сломала. Да я не думаю, что он заряжен сейчас, у него глаза горят. Ну, бывает. И что, если даже сейчас поражение будет, ничего страшного. Главное, что он здесь не сломался. Просто здесь. Я просто как хорошему человеку я всегда готов помочь, поделиться каким-то мнением, своим впечатлением. Я могу его как бы взбодрить, я думаю. Ну, как бы правильно преподнести то, что на этом ничего не заканчивается. И пусть пробует, а чем еще ему заниматься молодой же? Пусть тренируется. А что думаете про Самандара? Самандар хороший, очень сильно прогрессирует. От боя к бою очень сильно растет. Тоже хорошее будущее, большое будущее. Ему надо пахать. И все. Больше ничего ему не надо. Ну, к сожалению, вот второй раз у нас срывается бой за пояс. Бывает же, бывает же такое состояние из-за здоровья, все такое. Ну, никто не застрахован. Как бы не судите строго, бывает такое у всех. Любой может травмироваться. Но я думаю, у них же будет третий бой. Уже трилогия, хотя его дома не провели. Но я думаю, хочу, чтобы он подошел в лучшей форме. Хочу, чтобы пояс остался в Казахстане. Хочу, чтобы Самандар был чемпионом. Ну, очень перспективный, молодой, сильный, амбициозный. Почему бы нет? Я хочу, чтобы он добился больших высот. Я искренне радуюсь, когда у кого-то что-то получается. Давайте еще одно имя назовем. Получается, я назвала Самандара, вы назвали Тимура Акулу, а еще... Нет, я сейчас еще могу назвать так. Мне, кстати, еще один понравился боец, но он как... Ну, как два бойца, но они в формате на мат бьются. это вот Айдос Жапа Берген. Я за ним еще с первого боя наблюдаю, он мне очень сильно понравился. Я знаю, что он перспективный, но видите, у него формат бокс, ну и также... Спойки, да, в основном? Да. Ну и также Биборс в Номаде бьется чемпион. Номад, 66 килограмм. Но у них формат чуть-чуть другой. Я не знаю, до чего они могут дорасти, там, Барнакл максимум, наверное, я не знаю, просто их пик... А вообще с кулачки перейти вот в такое ММА это легко или нет? Надо прям на борьбу? Но они оба молодые, почему? И они оба, если не ошибаюсь, ММА практикуют, но им нужно переходить тогда уже сейчас. Но я их полностью оценить не могу в ММА, потому что борьбы, не видел с их стороны. Кто? Кто еще перспективный? У нас вообще в Казахстане, если честно, много перспективных. Но именно такого, чтобы выделялся прям, кто у нас есть из молодых именно? Я, если честно, просто бои не смотрю, юриси не смотрю. Но у вас вот Кошен тот же в Тобете. Кошен перспективный, сильный, хороший. Как будто вы хотите сказать но. Но, да. Но? Возраст. Возраст? А сколько? Он 97-го года. А мы-то хотим отобрать молодых же, правильно? Кошен очень сильный. Но из молодых, у которых в запасе много времени, я вообще, если честно, вот хочу произнести имя, которое будет как минимум второй Шавкат. А такого я не вижу. Не видите? Нет. Вот вы говорите, Кошен, Кошен возрастом уже далеко ему, это Шавкат. Не, имеется в виду, возрастом он близок к нему, Кошен пахарь, хорошо пашет. Но, честно, второго Шавката я пока не вижу. Даже из молодых. Из тех, кого я даже назвал. Вот у нас, ребята, еще Асу, Азат Максом в UFC. Ну, Асу, я его вообще с 2014 года знаю, мы с ним на одном турнире бились. Асу, на тот момент он прям выделялся. Турнир идет, он маленький, а я думаю, мы в одном весе. Он выигрывает, я выиграю, он выигрывает, я выиграю. Я думаю, где-то сейчас поделимся с ним. А он, оказывается, на вес ниже был, на 61. Я тогда помню, он про Тарьян, белые шорты. Асу, помнишь, наверное, 2014 год, 29 ноября. Что еще у вас в памяти? Ну, я просто турнир помню, 30 финал был просто. 25 ноября, 2014 год, Кубок Казахстана, Алмата, мы бились, вот где Прайм раньше был, он как сейчас называется, Азиапарк. Вот за Азиапарком, там зал есть, там бились, а финал уже баланс шлахбол. И вот тогда, вот я Азиапарк тогда заметил, очень сильный, перспективный. У Азиапарк все шансы выиграть, но именно вот не умоляю заслуги Азиапарк, Азиапарк, я тоже верю, что будет чемпионом, но отталкиваясь от Шавката, имеется в виду, если создать паун-фу-паун, да, топ, Мой Асу, брат, Шавкат номер один, в моем понимании. Конечно, второй человек, я считаю, Асу, Асу сейчас в 61 килограмм, ой, 61, 57 килограмм, если брать, составить топ среди казахстанских, всех бойцов, Асу номер один. Да. Это не обсуждается даже. А Азиапарк, а он для меня это Шавкат. И второго места нет? Второй, нет, почему? Второй Асу, второй Асу, третий, 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 надо подумать. Я просто третье составляю, не отталкиваясь от Я поняла, да. Много ребят хороших, надо подумать, кого на третье место это долго займет. Но два мы уже определили. Два, потому что они большими шагами идут вперед. А за Азатом Аксомом вы наблюдаете? Честно говоря, я вот Азат пизобит. Я вообще же бои не смотрю. Вот просто не смотрю. Я смотрел на ИЗУ, когда я просто там находился. А в целом мне не приносит удовольствие смотреть бои. Я ЮС не смотрю. Честно говоря, я бывает и Шавката бою не смотрю. Я могу уснуть и потом проснуться. А, что там, Шавката выиграл? Я не собрался. Я знал, что вы играли. Я знаю, что да, срочно, например. И момент такой, я про Азата вообще не знал. Вот честно, я его не знал. А я Бигзата знал, потому что я Бигзата смотрел бы ей. Бигзата еще мы забыли. Да, Бигзата Алмахан, он хороший, перспективный. Но Азата я честно не знал. Азата я узнал только, когда он подписал. Весь Инстаграм разрывался. Азат Махусом подписал СЮСи. Хороший. Я полный бой не смотрел, его сейчас не один. Но я знаю, что он перспективный, он Тайсона Немо выиграл, Тайсона Немо не слабый. Азат хороший. Но я о нем просто не знал. В Ярконкуше очень много сильных ребят. Алиби и Дрис. Дастана Мангель. А, блин, я вообще про Алиби забыл. Вот он уникум. Он такой непредсказуемый. Кстати, его вообще в топ-3 можно после писать, я считаю. Вот хорошо, что вы мне напомнили. Алиби, я считаю, да, топ... А, так-так-так. Топ-3 Алиби. Кто там? Потом можно с Верконкушу добавить Норбека как Драхманова. Норбека. Очень сильно вырос. Прям колоссально. Дастан у нас чемпион в Левчачьем. Кстати, я что-то в очень разный клуб вошел, я про Тубет забыл. Там в Тубете тоже у нас есть Магомед Кабардиев есть. Да. Коля Самусев есть очень перспективный, сильный. Ну, Коля какая-то череда травм. Да, у него просто не пошло. Бывает, у всех бывает такое. Но ничего, он может собраться, восстановиться, куши. Ну, почему можно в топ так же. Аким Жанна Жаслана можно в топ. Ну, это просто мой топ. да. По беспределу просто обозначаю. Даурена Ермейкова по-любому. Да, а как у нас много, правда, талантливых. У нас очень много сильных ребят. Сильных. Но Шавкат один. Шавкат единственный, честно. Вот, без обид всем, всем ребятам, Шавкат один. Вы думаете, он привезет пояс? Не сомневаюсь. Я еще уверен, что он досрочит титульный бой. Ну, я думаю, это скоро будет, это все свершится, потом уже нарезки вот эти сделаем, потому что мой прогноз в прошлом. если на тот момент будет Эдвард с чемпионом, то Шавкат досрочит его. Но неважно, кто будет там чемпионом. Это мое мнение. Многие могут не соглашаться, сейчас с Россией может ходить, пойдет. Но это мое мнение, и я просто высказываю свое мнение по Шавкату. То, что он выиграет все досрочно и привезет пояс. Вы знаете, Муразбек, не зря вас называют интеллектуальный боец. Вы первый человек, с которым мы два часа с лишним разговариваем, и я не могу остановиться, я понимаю уже, что мы все лимиты исчерпали. Я вас благодарю за интервью. Мне правда было интересно. Мы немного скакали по темам, потому что, ну, правда, с вами интересно разговаривать. Спасибо, что пришли. Я желаю вам прежде всего успеха в предстоящем бое. И, конечно, чтобы все ваши мечты и то, что вы так трогательно говорите о родителях, чтобы все у вас получилось. Рахмед, искренне вам. Спасибо. Рахмед, что пригласили. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok